Здравствуйте, все, кто смотрит это видео. Меня зовут Алиса, и сегодня завершаем разговор о летних ароматах сезона 2022. Я покажу вам свои любимые ароматы с нотой чая. Начнем с ароматов недорогих. Я просто обязана показать вам своего бюджетного любимчика на протяжении уже, наверное, лет восьми. Это стил от Дженнифер Лопес. Аромат 2003 года. Парфюмерная вода в красивом флаконе с бриллиантовым кольцом на горлышке. Говорят, раньше его можно было снять и носить на пальцы, но сейчас оно так приклеено, что не оторвешь. Ну что ж, не дают кольцо носить, будем носить аромат. Я этому аромату благодарна. Знаете, за что? За то, что он растопил лед. Моего недоверия к парфюмерии от знаменитостей, от американских знаменитостей. Я-то думала, что они все очень несерьезные, дешевые, невкусные, сладкие, конфетные. А тут нет. Пожалуйте, аромат чая. Вообще он формально цветочный. Но для меня он цветочный, чайно-фруктовый. Это запах яблочного чая I.S.T. ледяного, охлажденного. Хотя чай здесь обычный, Earl Grey, черный, но туда щедро покрошили сочного зеленого яблока, покрошили мандаринов спелых, сладких. Добавили специи немножко, добавили немного перца и огромное, огромное количество кубиков льда. То есть аромат ледяной, очень холодный, очень освежающий. Это вначале. Потом, когда он раскрывается на коже, я уже слышу и цветы, и жасмин, и ландыши, и фрейзию. И в базе, конечно, он удивляет еще больше. Потому что этот незатейливый, вроде бы, чайно-цветочно-яблочный свежачок обретает плотность. В базе аромата сандал, амбра, корень ириса и мускус. И поэтому наносить его обильно не надо. Достаточно двух распылений, максимум трех. И он будет держаться на вас целый день. Если больше, возможно, неприятные последствия и конфликт с коллегами. Как у меня было. Ну, не то, что конфликт, но пришлось мне выйти на улицу и немножко прогуляться. Потому что он заполнил собой все помещение нашего офиса. Аромат достойнейший, недорогой. Яркий, стойкий, шлейфовый, запоминающийся, холодный. И при этом очень живой, что ли. И звучит он вполне натурально. Мне он очень нравится и с удовольствием продолжаю его носить этим летом. Стил от Дженнифер Лопес. Еще один мой бюджетный любимчик. 2017 года аромат Pop Delights 01 от Domo Scherer. Об этом парфюме я уже рассказывала недавно в видео о покупках на лето. Поэтому долго не буду. Хочу лишь добавить, что по мере того, как я его ношу, в нашу жару, очень влажную и очень удушливую, 40 градусов, аромат зарекомендовал себя самым лучшим образом. У меня к нему нареканий нет. Он стоит недорого, он стойкий, он шлейфовый. Это горький чайный фужер. Начинается он горечью бергамота. Потом это концентрированный зеленый чай, тоже очень горький. И в базе, по идее, в жару он должен неприятно изменяться. Ну, потому что он недорогой и потому что в базе мускус. Но в нем появляется такая приятная мыльность в хорошем смысле. То есть чистота и свежесть. Может, даже порошковость. И я уловила намеки на свой любимый брекен от Amoage. И вот за это я полюбила его еще больше. Подсказку сверху я повешу на видео о покупках летних. И там вы сможете об этом аромате услышать побольше. Еще немножко старого доброго люкса. Un jeu de mots le secret. Аромат 2014 года от Givenchy. Я уже его показывала в видео о комплиментарных ароматах. И так о нем отозвалась. Вроде как, вот всем он нравится, ему же он нравится. И всем мне комплименты делают. А мне он как-то не очень. Какой-то компотик, киселек, чаек. Я недавно, буквально вчера, вспомнила о нем. Давно не пользовалась. И думаю, вдруг он там застоялся. Надо эти пары выпустить. И обильно им набрызгала у себя в комнате. Дверь закрыла. Думаю, пойду погуляю, а потом вернусь. И когда я вернулась, думаю, ну да. Ну вот так вот бывает, что об ароматах начинаешь понимать нечто большее, чем раньше. В общем, мне показалось, когда я зашла к себе в спальню, что я попала в Новый год. И сейчас речь будет не о пирамиде вообще, потому что из пирамиды остался только чай с клюквой. Остались лимоны, остались другие какие-то цитрусы. Но появилась хвоя. То есть полное ощущение, что в этой комнате наряжают елку и собираются праздновать Новый год. Вот такой вот это. Чудесный волшебный аромат. Ангелы и демоны. Le secret. Вот в чем был секрет его, оказывается. Клюквенный чай, мандарины и хвоя. Чудесный парфюм. Не хочется мне отрываться от блоттера. Так что если вы хотите попить клюквенную чайку под елочкой и перенестись из жаркого лета в Новый год, пожалуйста, попробуйте. Кстати, напишите, пожалуйста, мне, у кого еще остался этот аромат. Потому что давно уже сейчас все пользуются новыми версиями. Чувствуете ли вы там Новый год посреди лета? Следующий парфюм 2011 года. Té de Vigne. Виноградный чай. Чай из виноградной лозы. От французского косметического дома Caudalie. Вы не думайте, что это просто отдушка, да? Дополнение к уходовому средству для тела. Это самостоятельная парфюмерия. И для своих ароматов Caudalie приглашают самых известных мастеров своего дела. Этот парфюм сделал Жак Кавалье. Прославленный парфюмер. Интересный аромат, скажу я вам. Он заявлен как цветочный, естественно. И пирамида у него такая довольно многозначительная. Но я ее не буду перечислять. Это аромат древесный. Прежде всего, с кожи. Близко с кожи вы его вокруг себя ощущаете как аромат, ну, может быть, знаете, чая Gunpowder. Есть такой чайный набор, чайный букет. Он называется виноградная лоза. Там Gunpowder, там какие-то цветочки для ароматизации, там виноградные листики. То, может быть, вот этим он пахнет. Но воспринимается он как древесный. Но в шлейфе, в шлейфе это очень красивый жасмин. И это очень красивый чай с жасмином и мускусом. И несмотря на то, что концентрация этого парфюма au fraiche, то есть, по идее, он должен быть не стойким. Он не только стойкий, но еще и шлейфовый. И он очень стойкий. Это очень интересный аромат. Красивый, я считаю, недооцененный. И летом он носится великолепно. Но я ношу его еще и весной. Еще один аромат 2011 года, в котором официальная нота чая не заявлена. Но она там есть. И если вы попытаетесь меня разубедить, дорогие мои, я вам не поверю. Правда. Потому что это, можно сказать, выстраданное суждение. Это Vanitas от Versace. У меня туалетная вода. Когда я только купила этот аромат в миниатюре, было это давно, он мне очень понравился. Но я абсолютно не могла понять, чем он пахнет. Пирамида мне не добавила никакой ясности. Я думала, ну что же это, то ли компот, то ли просекка. Ну, просекка с грушевым наполнением, может быть, с добавлением грушевого сока, мне казалось, ближе всего. И я на этой волне и на этой теме остановилась. Ну, просекка и просекка. Но прошли годы. И, наконец-то, до меня дошло, что это всего лишь один из вариантов айсти. Только вместо яблока здесь груши. Здесь долька лайма и много-много льда. Это очень лёгкий, охлаждающий чайно-цитрусовый парфюм с грушей на лето. На самую-самую ужасную жару. Он никогда меня не подводил. Он всегда меня освежал. Вы знаете, он сам летящий. И он лёгкости добавляет. И он не портится со временем. Я имею в виду в течение дня. Как бы ты там ни бегал. Я даже спортом в нём занимаюсь. И он прекрасно себя ведёт. Ванитас от Версачи. Это один из моих чайных, нечайных фаворитов на лето. Покажу вам своё недавнее приобретение. Аромат от Каролины Эреры. Си-Эйч Лё. Это версия 2017 года. Купила вслепую от жадности. Во-первых, потому что искала чайный себе парфюм на лето. Во-вторых, потому что была большая скидка в Мессис. Вместо 80 долларов я купила его за 50. И здесь большой объём. И здесь прекрасное исполнение. И пирамида вроде бы мне понравилась. Но я не ожидала, что я влюблюсь в этот аромат буквально. И сразу и безоговорочно. Ну, во-первых, он пахнет сразу хорошо. К нему не надо привыкать. Вот он сразу говорит, заявляет о себе всё, что вы хотели о нём знать. Это чай, но непростой. Это чай пряный. Не тот китайский чай, который по-английски называется даже чай. Это месиво с гвоздикой, с корицей, с кучей сахара, которым согреваются зимой. Нет, это пряности летние. Это кардамон, это имбирь. За горчинку отвечает также нироли. За кислинку отвечает лимон. Капля сладости есть в этом парфюме. Но тут, наверное, цветы постарались. Апельсиновый цвет, флёр д'оранж, да, и сладкая роза. База древесная, база специевая. Это пачули, это ветивер. Но, несмотря на эту базу, серьёзную такую, аромат безумно красивый. И он женственный. И это меня в нём покорило во вторую очередь. Это аромат, как я называю, дамский украшальщик. Его можно носить с большим успехом в люди, в компанию, в гости. И вы сразу получите комплименты. У вас спросят, что на вас такое красивое, дорогое. И почему это вы сегодня так по-особенному вкусно пахнете. Плюс, ещё один. У этого аромата прекрасные качества, которые в жару не портятся. То есть, я носила его в жару. Теперь я хочу дождаться осени, чтобы поносить его в прохладу и испытать. Может быть, мои вздохи умильные поубавятся. А, скорее всего, нет. Что-то мне подсказывает. Обожаю такие ароматы. Сочетание имбиря и нейроли меня в последнее время очень сильно привлекает. Ещё одно моё недавнее приобретение. Лимитированное издание 2014 года. Catch Me Lo от Кошарель. Вот это аромат, конечно, с большим сюрпризом. Флакончик выглядит, да? Что там внутри может быть? Ягодки, леденечки, конфеточки опять, петушки на палочке. Конечно, там всё это есть. Хотя в пирамиде ягоды не заявлены. Я вот прям так там рискую. Один раз можно. Остальное только на блотер. Это ягоды. Сладкие, кислые, красные. Это мандарины. Это фруктово-ягодные леденцы. И это очень вкусно. И это очень приятно. Они сладкие, они кисленькие. И где же тут чай? А чай появляется потом. И это чай в раскрытии, тоже пряный. Но не с бергамотом, и не с лимоном, и не с кардамоном. А это чай с анисом. Ну или с бадьяном. Будто бы в чай плеснули немножко абсента. Это очень сильно интригует. Этот остренький привкус. Ягоды остаются. Добавляется чай. А в базе все это вдруг превращается в древесину. Точнее в древесную кору маты. Это тоже чай. Но это очень серьезная база. Она прохладная. Она шершавая. Она горькая. От ягодок не остается и следа. Обычный чай с анисом тоже куда-то уходит. И эта база может показаться чем-то инородным. Ну, короче говоря, смотрите сами. Нужно вам или не нужно. Если вы хотите аромат ягодный, веселый, взрывной. Такой фруктовый, сочный, незамыслованный. Но при этом комплементарный. То да. Но будьте готовы к тому, что база вас удивит. Вы никогда не подумайте, что девчачий парфюм может так интересно закончиться. Если вы ищете суровый такой приглушенный аромат древесины, древесной коры, чая маты, то, наверное, вот эти ягодки вам к чему они нужны. Но для меня аромат прекрасен. Мне нравится и начало, и середина, и конец. И хотя вроде бы парфюм кажется немного разбалансированным, то есть непонятно, почему вот так вот он сложен. Мне он нравится. Очень нравится. Потому что в целом он звучит очень красиво. И он тоже комплементарный. Вот так вот кетчмелео от Кошарель. Поймай меня как-нибудь, если получится. Покажу не парфюм, а гель для душа. Но это не простой гель для душа. Это Лерболарио. Как известно, эта марка славится своими отдушками, фруктовыми, цветочными, травяными, натуральными. У них вот как пахнет парфюм, так же пахнет и вся банная линейка. И мыло, и свечи, и диффузоры, и гели для душа. Поэтому если вам нужен стойкий, горький аромат с кислинкой, чай с лимоном, просто чай с лимоном. Вот Лерболарио. Этому парфюму уже много лет. Кажется, он у них с производства не исходит. И этот парфюм мой фаворит. Я бы вам посоветовала новинку этого года. Фолье Дите. Тоже гель для душа я купила. Это новая линейка, называется Чайные листья. Но у него аромат довольно невзрачный. То есть это что-то такое легкое, очень. Древесно-зеленое. То есть вот как чайный аромат я Фолье Дите не рассматриваю. А вот чай с лимоном от Лерболарио очень даже. И поставлю его вот сюда. Вместе с ароматами, с духами. Тендер Лайт от Эстей Лодер. Об этом аромате я тоже не буду долго говорить. В подсказке будет ссылка на обзор всей коллекции эксклюзивных парфюмов 21 года от Эстей Лодер. Просто хочу добавить, что обзор-то я снимала весной, а сейчас лето жаркое. И мои догадки о том, что этот фужер восточный хорошо проявит себя летом, именно подтвердились. Потому что слетают все его яркие, восточные, сладкие ирисовые ноты, которые заявлены почему-то в базе. И остается древесина, остается чай, шершавая, сухая, охлаждающая тема, которая играет на вашей коже в самую ужасную жару до вечера. Он вас освежает и он очень хорошо себя ведет на коже. Поэтому в жару его носить одно удовольствие я уже донашиваю. Tender Light – это прекрасный аромат. Чайный, чайно-древесный на лето. Ну, наверное, на зиму тоже, но тогда он будет по-другому играть. Пришло время самых фаворитных фаворитов. Ormond Jane, конечно же. У этой марки несколько ароматов с чайными нотами. И в моей любимой Чампаке они есть, и в Асмантусе. Но все-таки самый чайный-причайный аромат – это Ци. Он у меня, к сожалению, только вот в таком остатке, фирменном, тревеле. Никак я не могу найти на него хорошую скидку. Почему-то он продается очень дорого. Если я эту скидку найду, я обязательно все-таки куплю себе большой флакон. Это аромат про чай от начала и до конца. Несмотря на пирамиду, там много разных компонентов, цветочных, специевых. Это зеленый чай на старте, это черный чай в сердце. И это все тот же чай маты в базе. Свежий, чудесный. Легкий, воздушный, при этом стойкий, шлейфовый. Ну, в общем, все прекрасно в этом парфюме. Вот сейчас я чувствую фрезию прям ярко-ярко. Я очень редко его достаю и наношу буквально по капле. Если вы любите чайные ароматы, в которых передана сущность самого чайного напитка, которые не перебивают другие ноты, но при этом они прекрасно дополняют их, то попробуйте, пожалуйста, ци от Ormond Jane. Либо в парфюмерной воде, либо в духах есть еще ци интенсиво. Вот это вообще супер-концентрация, но она и самая дорогая. Жаль, не могу флакончик поставить на подставку. Ну да ладно. Есть у меня красивый набор пробников от турецкого дома Nishane. Естественно, взгляд падает сразу на чайный аромат. Улун Ча. Чай Улун. Это экстрейт de parfum. Очень концентрированный аромат, который обещает нам железобетонную стойкость. Красивейший аромат. Это пряный чай с мускатным орехом. Это мандарины, это личи. И в базе красивая, сочная нота инжира. То есть аромат чайно-специево-фруктовый. Он сразу яркий. Он сразу... Ой, мне жалко его на блоттер. Можно я его на руку? Он сразу забирает ваше сердце. И хочется, да, действительно, что называется, брать флакон и бежать на кассу. К сожалению, на мне вся эта красота держится не больше двух часов. Я бы, конечно, купила этот парфюм. Настолько он мне понравился. Настолько он красиво и сочно звучит. И шлейф дает хороший. Если бы он был подешевле, да. Я бы его купила за эту цену, если бы он был более стойким. Ну, не знаю. Буду разнашивать, конечно, его еще. Тут чуть-чуть осталось. Может быть, еще один пробник куплю. Прекрасно звучит этот чайный парфюм с инжиром. Но вот не стойкий на мне. Напишите, у кого он есть, как у вас со стойкостью. У лунча от Нишане. Насчет звучания, насчет композиции у меня претензий вообще нет. Никаких резкости, никаких спиртов и всего прочего. Хороший парфюм. Не стойкий. Еще один кандидат на место в моем парфюмерном шкафу. Это итальянский модный дом Костюм Националь. Аромат называется Сент Интенс. Именно Интенс. Это фланкер 2002 года. Когда я его попробовала, молекулы. Молекулы. 2002 год. Какие молекулы? Их еще не было в природе. Но это молекулы особенные. Там дальше такая бездна открывается. Это чай. Это чай с гибискусом. Это чай с жасмином. Потом появляется нота запеченного яблока с корицей. Чай становится горьким. Его крепость возрастает. Он настаивается, будто бы на вашей коже. А потом чудесным образом эти горькие чайные ноты переходят в почули и кожу. И там уже не отличишь, где кожа, где почули. Это будто бы одна молекула. Но эта кожа не черная, не горькая, супер горькая. Не изобутилхинолиновая. Она вот какая-то мягкая. Она завораживает меня. Чай то появляется, то исчезает. Вот это его молекулярная сущность. Ну, абра, конечно, есть. Древесные ноты какие-то. Унисекс. Я думаю, что он не всем девушкам понравится. Потому что он достаточно такой жесткий. Особенно в базе. Но мне такой нравится. Иногда под настроение носить. И на жаре он раскрылся очень необычно. Проявляется сладость. Вот этого коричневого яблока печеного. Вместе с кожей. И над всем этим черный чай. Вот такая крепкая заварка. Настоящая черная. Тут уже не зеленый никакой. Замечательный аромат. И стойкий, и шлейфовый. И можно купить один парфюм на двоих. Если вы пара. Ну, прям, наверное, куплю я его. Да. В общем, Сент Интенс от Костюм Националь. Это мое новое парфюмерное желание. Такое вот сегодня было видео. Летний сезон мы заканчиваем чайной подборкой. С 12 ароматов. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. И на мои соцсети. Я желаю вам отличного настроения. И доброго здоровья. И желаю вам поехать в отпуск в августе. Чтобы все у вас было хорошо. До следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok